Печальная новость не стала Николая Степановича Волкова, ветерана Вооруженных сил России, участника Трудового фронта Великой Отечественной войны. Последние 16 лет он возглавлял Совет ветеранов поселка Калинино. Его уход стал большой утратой для городского округа Люберцы. Хочется пожелать, чтобы все люди помнили, что война – это не развлечение, это смерть. Это горе людям, это вообще, чтобы его не было. Это последнее интервью Николая Степановича нашему телеканалу. День 80-летия начала Великой Отечественной войны. Он, несмотря на изнуряющую жару, пришел почтить память тех, кто не дожил до Дня Победы. Без его участия теперь сложно представить любое памятное мероприятие. Мы не только должны, как говорится, себя показать, но и показать молодежи, что мы живы-здоровы. И хотим, чтобы они такие же были – добрые, красивые, сильные и защитниками были. Когда началась война, Николай Степанович Волков учился в пятом классе. По трудовой книжке мамы пошел работать, чтобы приносить пользу фронту. Патриотом своей родины он остался до конца жизни. Его жизнерадостную улыбку знали многие жители городского округа. Николай Волкова запомнит именно таким – добрым, приветливым и общительным. Я никогда не видел вас унывающим. Я никогда не видел вас в каким-то настроении, что-то испортил, ходит, возмущенный, недовольный. Всегда улыбка, всегда позитив. Родина не только с буквы начинается, она начинается с нашей округи, с наших людей. А люди у нас всегда были добрые и будут оставаться. Мне кажется, самое главное. Луизей Гязарян, Тиликанал, ЛРТ.